Добрый день! Мы находимся в дачном участке Толгарской дачи. И, кстати, Толгарский питомник, куда мы едем, да? Это как раз там, где питомник, посаженный в 43-м году Шандуровым. 40 гектаров. 40 гектаров. Значит, мы попутно проезжали, увидели красивое дерево. Отлично сохранилось это дерево. И мы решили заехать и любезно попросили хозяйку показать нам дерево. Она любезно согласилась. Как вас зовут? Галина Габриевна. Галина Габриевна. Ваши корни из Киева, да? Нет. Эта мамочка привезла просто орех оттуда, а я родилась в Алматы. И сколько лет этому дереву? Этому дереву где-то лет 35. Лет 35. Да. Значит, и вот хозяйка задает вопрос. Почему вот такое количество упадает орехов? Значит, да. Он такой черный. Значит, здесь, во-первых, здесь, вот тут вот работа плодожорки. Она ходила под перекарпом. Мы еще это увидим. Потому что есть плодожорка. И она убила практически перекарп, и орех упал. Кроме этого, есть следы марсонии. Вот следы марсонии. Здесь комплекс болезней. Этому не надо удивляться. Орех сам по себе достаточно толстая скорлупа. Но внутри ядро не было, не пересечено тяжем. И достаточно хорошо это ядро выделяется. Я так понимаю. Давайте мы посмотрим на ваше дерево, которое вы решили нам показать. Второе? Да, да, конечно. Около 20 лет, да? И вот здесь вот, здесь есть о чем поговорить. Значит, здесь я хотел бы застрелить внимание руководства Института плодоводства Серика Садыкова. Мы были у них на приеме. У них молодые специалисты, которые очень активно задавали вопрос по защите растений. Я смотрел с удивлением на некоторые деревья, на которых отсыхают однолетние побеги и двухлетние побеги. Мне не было ясно. И вот вчера, когда мы были возле фамильного дерева Танабая, которому более 150 лет, нас шокировало массовое поражение Древесницы Вьедливой. Побеги, которые имеют до полуметра, они на 100%. Вот это отдельное внедрение. Видите, каждая почка – это отдельное внедрение. Дайте крупным планом. И это не единичный случай. Пожалуйста, вот здесь тоже. Пожалуйста. Пожалуйста, здесь. Пожалуйста. А если бы острый нож был со мной, я бы показал вам. Есть у вас острый нож? Принесите. Так, вернемся к Древеснице. Нож туповат. Пожалуйста. Этот побег тоже поражен Древесницей. Пожалуйста. Вот здесь внедрение, здесь внедрение. Вот здесь, попытаемся здесь его разыскать. Так, сейчас мы попытаемся разыскать. Вот она, пожалуйста. Вот она, видите? Шевелится. Вот это и есть Древесница въедливая. Леопардовая моль. А по-латынски заузер оперина. У вас, господин директор института плодоводства, у ореховодства великая проблема. Я за 54 года занятия орехами, я не видел такого массового поражения. Я думал, что это может быть где-то локально, там, где мы были вчера на фамильном дереве Танабая. А оказывается, это повсеместно, повсеместно. И это приводит к тому, что однолетний прирост и плодовые почки в первую очередь поражаются. Вот она. Можно взять зум. Да, вот, пожалуйста. Вот она. Видите, она передвигается. И тут вариант, тут вариант. Я вам скажу, что единственный вариант победить и каким-то образом управлять развитием заузера перина, древесницы въедливой, это применение феромонных ловушек. Эта технология была в мире впервые разработана в Советском Союзе. И базовое предприятие по производству феромонов было основано в Кишиневе. Называется оно, и называлось биокимтех. Значит, они производят вещества, которые выделяет самка, древесницы въедливой, и помещают их в капсулу. Капсулу помещают в ловушку, ловушку клеевую. И мужская особь, самец заузера перина на расстоянии до двух километров, так они пишут, улавливает запах самки, прилетает и прилипает к ловушке. Вы, это ночная бабочка, каждое утро вы осмотрите ловушку. Если вы увидели, что есть, появились уже мужские особи, значит летает и женский. Надо проводить опрыскивание хорошим системным препаратом, инсектицидом, ну типа актора или, скажем, конфидор. Это поможет, вы покроете побеги, и яйцекладка будет уничтожаться, будет уничтожено доброе количество и мужских, и женских особей. И феромонная ловушка, потому что заузера перина дает 3-4 поколения, феромонная ловушка должна находиться с начала мая и до конца сентября. Потому что вслепую обрабатывать, здесь ее, под зашитой вот этого побега, ее ничем не возьмешь. Ее надо уловить на моменте внедрения или момента, где есть складки. Кроме этого, у вас большая беда по плодожевке. Мы сейчас покажем пару плодов, это мы видели и у Танабая. Поэтому наука должна сказать свое слово и помочь ореховодам, потому что мы сетуем, что у нас вроде бы вымерзают плодовые почки, а не уничтожается древесницей веетли. Они уничтожаются древесницей веетли. И урожай как такового нет. А мы сетуем, ищем там, где не потеряли. Сейчас мы посмотрим, как выглядят пораженные в тугодожоркой плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова